Белое нельзя воротить Пока живет Ньютон, не забыв, Александр Сергеевич прогугливается, Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет. Ньютон, не забыв, Александр Сергеевич прогугливается, Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет. Итак, третий закон Ньютона. Третий закон Ньютона говорит о том, что взаимодействия возникают только в том случае, если число близко расположенных тел более одного. А в случае, когда у нас есть парные взаимодействия, то есть есть только два тела, участвующих в взаимодействии, тело номер один и тело номер два, тогда будем говорить, что возникло парное взаимодействие, то оказывается, что силы при таких парных взаимодействиях оказываются приложенным к каждому из тел. Давайте договоримся о нумерации. Эту силу будем называть F2-1. Это сила, действующая на второе тело со стороны первого. А эта сила будет называться F1-2, действующая на первое тело со стороны второго. Так вот, третий закон Ньютона говорит о том, что в случае парных взаимодействий силы, приложенные к каждому из тел, равны по величине и противоположны по направлению. То есть, F21 равняется минус F12. Очень часто говорят, что эти силы направлены по прямой соединяющей тела. Господа, во-первых, в такой формулировке это никуда не годится. Таких прямых соединяющих тела очень много. И так, и так, и так. Поэтому сказать, что сила направлена по прямой соединяющей тела, ничего не скажет. Правда, иногда повторяются, уточняют и поправляются. Говорят, что в случае, когда тела точечные, силы направлены по прямой соединяющей точечные тела. Господа, в третьем законе Ньютона этого не сказано. Другое дело, что, как правило, все силы устроены так, что они так действительно делают, и направлены по прямым соединяющим точечные тела. Но потом мы введем специальный подкласс сил, которые называются центральными. И вот центральные силы действительно так устроены. Но тут тоже есть оговорки. Потому что, если я возьму, например, одно тело, заряженное положительно, а второе тело, состоящее из двух зарядов близко расположенных, то давайте посмотрим, куда будет действовать сила на это тело. На это тело со стороны положительно заряженного тела. Надеюсь, вы знаете, что электрические силы направлены по прямому соединяющему телу. Сила будет действовать сюда. А со стороны этого тела сила будет действовать вот сюда. Она будет притягиваться. А суммарная сила куда будет действовать? Теперь, если мы это тело и это разведем на огромные расстояния, их можно будет считать точечными? Да, при этом эта сила будет очень маленькая, но она будет не направлена по прямой соединяющей теле. Так что это не всегда правда. Тут же надо еще сказать еще одну важную вещь. Третий закон Ньютона, как, впрочем, и второй закон Ньютона, как любой закон физики, не абсолютно верен. Он выполняется приближенно. Представьте себе, что у нас есть два заряда, расположенных на расстоянии один световой год. Это очень далеко. Они давно здесь находились. Что можно сказать о силах действующих? Они отталкиваются, естественно. Слабо, если они на гигантском расстоянии, но они отталкиваются. Ясно, что эти силы равны и противоположны друг другу. Это заряд 1, это заряд 2, это F12, это F21. А теперь давайте этот заряд переместим на 1 метр. Я нарисовал ультрированно. Если это световой год, то 1 метр – это чуть-чуть. Кстати, можно его быстро переместить на 1 метр по сравнению с годом? Ну, за секунду можно раз и переместить. Что будет с силой, действующей на этот? Заряд, если мы его удалили, она уменьшится. Но я нарисую ультрированно, она, конечно, не в 2 раза уменьшится. Но уменьшится. Она станет меньше по величине. А что будет с силой, действующей на этот заряд? Тоже уменьшится. Только через год. А в течение года, после того, как вы сместили этот заряд, эта сила будет такой же. Этот эффект называется запаздывание взаимодействия. И в течение года третий закон Ньютона не будет выполняться. Силы будут разные. Поэтому это верно, когда тела находятся недалеко друг от друга и почти покоятся. Тогда третий закон Ньютона работает. А если тела находятся далеко, да еще быстро двигаются, это неверно. Это неверно. Но в классической физике считается, что законы Ньютона там работают всегда. Продолжение следует... Продолжение следует...